Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, ну вот прошлая передача, в которой мы говорили про первичное, вторичное сознание, развитие Личности, она вызвала огромный резонанс среди наших зрителей и на самом деле оживила и возродила такой интерес к изучению себя, к изучению своих сознаний, к наблюдению за тем, как они в дне перетаскивают внимание на свою сторону. Но самое главное, что передача является прекрасным стимулом для того, чтобы развиваться как Личность, для того, чтобы обрести истинную свободу и уйти от власти вот этих бесов. Потому что каждый человек, когда он наблюдает за собой, за работой своего сознания, он понимает, что бесы — это не какие-то мифические существа, придуманные, а что бесы на самом деле существуют, и бесами является первичное и вторичное сознание в человеке. И вот прекрасный ответ вы дали на вопрос, «А что лучше, доминирование первичного сознания в человеке или же доминирование вторичного сознания в человеке?» И вы сказали, что самое лучшее — это доминирование Личности, а не бесов. Потому что когда Личность доминирует в человеке, то вот эти бесяты могут стать замечательными помощниками для Личности. И тогда уравновешивается вот это соотношение между первичным и вторичным сознанием в человеке. Очень много вопросов, уточняющих относительно работы над собой, относительно тонкостей того, какие проявления являются проявлениями от первичного сознания, какие от вторичного. Но вот первый вопрос. А чем обусловлено доминирование либо первичного, либо вторичного сознания в человеке? Это врождённая какая-то особенность или всё-таки приобретённая? Хороший вопрос на самом деле. Я скажу так. Характер человека закладывается сразу. И вот человек, скажем, растёт, и он растёт с определённым характером. Естественно, что доминирование первичного или вторичного сознания, оно, скажем, как только в человеке появилось сознание, сразу начинает доминировать одно из двух — или первичное, или вторичное сознание. Но с учётом, что ребёнок маленький, чаще всего развивается первичное сознание. И если оно ещё подпитывается, а если ещё это первичное сознание за счёт зеркальных нейронов вбирает в себя вот эту силу, которая потом позволяет доминировать над вторичным, то человек так и остаётся на всю жизнь с первичным сознанием. То есть поясню немножко шире. Ну вот, к примеру, в семье у людей доминирует первичное сознание. То есть всё я, мне, эгоизм, забота о простых, скажем, жизненных вещах, поесть, попить, и крыша над головой, и всё. Ну естественно, что ребёнок, растущий в такой среде, и будучи слегка уже эгоистом, вырастет кем? Ну понятно, что он. Человеком с доминированием первичного сознания. Конечно. А если ребёнок, допустим, все рождаются дети, как правило, с доминированием первичного сознания, оно быстрее развивается, вторичное уже начинает интенсивно развиваться чуть позже, то, естественно, если в семье, в окружении доминирует вторичное сознание, то есть когда родители те же, они больше заботятся о всём человечестве, заняты наукой, заняты волонтёрством, они тратят собственную жизнь на благо людей. Ребёнок тоже за счёт зеркальных нейронов впитывает это. И естественно, что меньше остаётся эгоизма, вот этого даже, я бы сказал, эгоцентризма в самом ребёнке. Он больше начинает тоже думать так же, как и родители, и развивается больше вторичное сознание. Так же самое, если родители заняты наукой, действительно, и много дискутируют дома, то ребёнку это тоже в помощь, чтобы развито было вторичное сознание. Вопрос в другом, что, скажем, как это сказывается на духовном развитии, первичное или вторичное сознание? Если ребёнок вдруг, скажем так, друзья мои, слегка подрос, начал чувствовать тягу к Миру Духовному, то что ему больше будет мешать — вторичное или первичное сознание? Вот как ты думаешь? Ну, скажем так, я бы хотела не прямо ответить, а задать вопрос, который сейчас прямо назрел от наших зрителей. Как всегда, да, друзья? Татьяна всегда отвечает вопросом. Просто как раз в эту тему. Вот нам просто задавали как раз вопрос, о котором вы сейчас говорите. Развитое первичное сознание в человеке, доминирующее, говорит ли оно о том, что человеку будет легче на духовном пути? Сейчас объясню, почему. Когда-то вы говорили, что для того, чтобы отключиться от вторички, которая мешает человеку погрузиться в чувства, необходимо перенести эту доминанту на первичное сознание, выполняя, например, аутогенные тренировки. Таким образом, когда человек выполняет аутогенную тренировку, то этот баланс смещается в сторону первичного сознания. И вот возникает такой вопрос, а вот если человек живёт в дне с доминацией первичного сознания, ну вот такой нарцисс, эгоист, гидонист говорит ли это о том, что ему будет легче на пути духовном, что ему будет легче именно выполнять медитации, духовные практики? Я скажу так. Находиться с этим человеком будет не столь приятно, как с человеком, у которого развито вторичное сознание. Почему? Ну с эгоистами всегда проблема. Они же не замечают никого и никого не ценят, кроме самих себя. Правильно? А вот на духовное никак не повлияет. Ни то, ни другое. Вопрос лишь в том, когда у человека разогнано вторичное сознание, и он манипулируемым, понятно, вторичное сознание намного умнее, хитрее, сильнее, чем первичное сознание. И здесь в Личности шансов меньше. И вот для того, чтобы ослабить, не усилить первичное сознание, а ослабить вторично, мы и задействуем первичное. Понимаешь? То есть мы переводим силу своего внимания на определённое время больше на первичное сознание. То есть как бы уравновешиваем эти силы. И они тогда не являются такой значительной помехой на первых шагах духовного развития. А у меня, знаешь, какой ещё вопрос? Я всё-таки, друзья, задам Татьяне вопрос. К примеру, человек развивается духовно, вот он развился. Скажем, что ему больше будет мешать, первичное или вторичное? Я думаю, вторичное, потому что, когда Личность развивается духовно, больше сил, и, естественно, сильнее вторичное сознание. Первая часть вопроса. Вторая часть — развился. Что ему будет мешать больше, первичное или вторичное? Ну когда человек уже… Уже духовно. Да, он духовно состоялся, скажем так. Конечно, если же вторичное сознание вытеснено уже за рамки силовой конструкции, по сути, то, конечно, наверное, применяющая плоть. Ну и не только вторичное, но и первичное вытеснено. То есть сознание есть сознание. Плоть обременяет. Правильно, первичное сознание. Видите, правильно Татьяна ответила. У нас уже появился диалог, мы уже уходим, что я отвечаю на вопрос, а Татьяна и задаёт. Уже приятнее. Правильно? Игорь Михайлович, вы будете теперь мне задавать вопрос. Да, я только хотел обратиться. Друзья, какой следующий вопрос задать Татьяне? Я думаю, что нам всем гораздо интереснее слышать вас, Игорь Михайлович. Ну я не согласен. Мне интересно тебя послушать, Татьяна. Ну и друзья подтвердят, тоже интересно. У тебя смотри, какие вот хорошие выводы, правильные. Но это всё благодаря вам. Ну вот так. А я тут при чём? Это же твои выводы. Но шутки шутками. А если серьёзно подходить, то в действительности должен быть баланс, друзья. Любое, первичное, вторичное сознание, если оно доминирует, оно мешает. Развитой должна быть Личность. И вот к этому нужно стремиться. А отвечая на тот вопрос, возвращаясь про аутогенную тренировку, то аутогенная тренировка в классике, берём по Шульцу, то она может и навредить. Она важна и нужна в своей сути и в своей основе. Это первые практики, когда ты понимаешь, как управлять сознанием, когда ты учишься с помощью первичного сознания контролировать вторичное сознание и контролировать тело. То есть аутогенная тренировка даёт значительные возможности. Но благодаря, скажем, Востоку Шульц и сделал это, но убрался туда философию и убрал тонкости и понимания самого процесса вот этого обучения и просто назвал это аутогенной тренировкой. Да, правильно, всё хорошо. Но он вёл туда ещё и, как всегда, знаешь, в бочку с мёдом ложку дёгтя, то есть работу со своей психикой, установка своих желаемых каких-то моментов, которые ты хочешь, скажем, усилить в себе. Работа с установками. Конечно, работа с установками. Это психологическое, как он рассказывает, что это работа с подсознанием и тому подобное. Ну каковы последствия таких установок, да? Вот вы рассказывали когда-то о последователе Шульца Лендемани, который ради популяризации вот этой аутогенной тренировки переплыл Атлантический океан на лодке. Он доказал, что делая себе установку о том, что он должен плыть, что он выживет, что он сильный, и он в действительности в одиночку переплыл, и благодаря аутогенной тренировке он, собственно говоря, и выжил. Почему? Потому что в океане, в суровую погоду, будучи просто в лодке, ну и переворачивался, и всё. Но вот эта мысль в нём, которую он дал себе с помощью аутогенной тренировки выжить, доплыть, она ему помогала. Это как рефлекс. То есть, но если мы, ещё раз подчеркну, друзья, начнём использовать аутотренинг на своём духовном пути в качестве именно кодировки своего подсознания, то, друзья, мы никуда не придём. Мы научим наше подсознание или же вторичное сознание, правильнее будет выражено, научим манипулировать нами, как Личностью, давать псевдоэффекты, и ничего, никуда, никто не пойдёт, и ничего не произойдёт, я так скажу. Имеется в виду аутотренинг, это про то, что я иду по пути духовному, мне легко справляться с тем-то там. Именно вот такие, такого плана у нас. Но зачастую, скажем так, слышим и другие вариации в головах людей, когда человек вот шёл по духовному пути, и всё было хорошо, всё было нормально, раз споткнулся, второй раз споткнулся, сознание, оно имеет свойство отвлекать. Ну и человек понимает, что он утрачивает внутреннюю связь, и здесь на помощь приходит аутотренинг. Это ему вторичное сознание подсказывает, оно же развито, умное, хитрое. Говорит, займись аутотренингом, внушай себе, что ты твёрдо стоишь на духовном пути, что ты постоянно чувствуешь и поддерживаешь связь с Миром Духовным. И человек, вместо того, чтобы поддерживать, потому что, ребят, сейчас поясню немножко. Так вот, вместо того, чтобы работать, человек получается свою ответственность перекладывает на беса. Как ты думаешь, человек будет чувствовать? Нет, не будет. И у него реальный, скажем, его духовный путь подменяется иллюзией. И в последующем, как только он это сделал, в последующем сознание манипулирует легко. Оно его возносит, скажем так, в учёные в качестве Мира Духовного и всё. И он уже знаток, он уже специалист, но внутри он пустой, причём даже без дна. А вот почему это происходит? Потому что, как только человек начинает себе внушать, что он чувствует и он постоянно поддерживает, это же неоднократно, это длительное время, то здесь происходит активность нашего вторичного сознания и замещается работа Личности. И вместо реальных чувств у него возникает просто ложная надежда и псевдоощущение. В каком плане? Выработка эндорфинов первична. Когда мы выполняем духовную практику, друзья, мы уже рассказывали с Татьяной по этому поводу, то, естественно, возникают, после практики, после самой возникают такое приподнятое настроение, бодрость, лёгкая эйфория. Это всё вследствие выработки нашим организмом эндогенных опиатов. Это нормально. Но когда эти опиаты начинают работать у человека перед практикой, и человек уже погружается, то есть приходит время практики, но у нас срабатывает механизм, и наш организм начинает выделять гормоны радости, скажем так. И мы уже с радостью как бы садимся в практику. И вот смотри… Ещё не соприкоснулся даже, словно говоря. Но вообще в действительности, если человек духовно развит, он жаждет этой практики. Это естественно. Ему тесно в этом мире, ему тяжело в этом мире. И вот эта псевдореальность наша, она очень сильно давит. Человек отдыхает в практике, он живёт в ней. И естественно, он ждёт её, как глоток воздуха. Когда занырнул, с сильной задержкой дыхания, глубоко занырнул, то потом ты плывёшь потихоньку, стараешься медленно шевелиться, двигаться, бережёшь кислород. Но в то же время ты мечтаешь быстрее вынырнуть, чтобы сделать глубокий вдох. Так и в этом мире, когда человек достигает определённого духовного развития, даже ещё не освободившись, оно уже стало определённой частью мира духовного, человек стремится к нему для того, чтобы сделать этот вдох. То есть побыть в практике, побыть дома, пообщаться с родными и близкими, говоря нашим языком, то есть насладиться этой жизнью и прочувствовать вообще, что такое жизнь, что такое настоящая свобода, и прочувствовать, кто ты есть сам на самом деле. Но когда погружаешься обратно, вернее, возвращаешься в этот мир с реальности, с той настоящей реальности, то со всех сторон ощущаешь давление, ты чувствуешь, что это не твоё. И порой человеку тяжело даже себя, скажем так, вернуть в это тело. И естественно, это является ещё и стрессом для самого тела. Почему? Потому что человек как Личность в это время начинает вырабатывать больше энергии. Естественно, это даже сказывается на физическом уровне. Опять-таки срабатывает та же энтропия. То есть у человека реально может повышаться и температура даже. Почему? Потому что перерабатывается эта энергия нашим организмом. И организм испытывает здесь стресс. И вот на вот этот стресс, на этот выброс энергии, которую, я же говорю, наш организм даже перерабатывает в тепловую энергию. И для него это как травма. Травма как для нашего сознания. Почему? Потому что сознание очень боится той силы, с которой соприкасается наша Личность. Но в то же время за её, скажем так, низшей фракцией очень сильно гоняется за тем же временем. Для нашего сознания это корм, это самая ценная энергия. А когда сталкивается с более чистой фракцией, это как кислота для него. Поэтому вот эта реакция, она естественна, что организм вырабатывает как на стресс, как на травму, гормоны радости. Но что делает наше, скажем, сознание, когда сводит человека на псевдорезультаты? Во-первых, оно постоянно контролирует его практику. Во-вторых, как мы уже говорили, выбрасывает гормоны перед практикой. это не та радость и не то стремление, а ложная подача, ложное ощущение. Почему? Она свою радость переключает как бы на Личность и говорит, что всё хорошо, всё прекрасно. И очень важно, прицепляет Личность. Вот видите, банальная аутогенная тренировка, а неправильно выполнена или же, когда берётся уже другая часть, работа со своим подсознанием, и использование вот этой работы со своим подсознанием, с такими установками на духовном пути, может привести буквально в ад, то есть заместить жизнь смертью. Печально, но это же правда. Это частые случаи такие, и они замечаются, друзья, к сожалению. Нельзя баловаться и нельзя перекладывать ответственность даже на своё сознание, на своё тело за ваше духовное спасение. Понимаешь? А сознанию это выгодно, поэтому оно часто и подталкивает людей. Аутогенная тренировка — это, скажем, на духовном пути, это как начальная практика. Ручка холодная, тяжёлая, засыпаю, отдыхаю, успокаиваюсь — и всё. Но никаких кодов, кодировок, установок. Быть не должно. Должна быть свобода Личности и понимание Личности, скажем, всей суеты этого мира. И вот тогда, друзья, всё ставится на место. И вот тогда легко и просто понять, что хорошо, что плохо. но к этому надо стремиться. Я сейчас запомнилась, как вы делились тем, что да, возможно, активное первичное сознание позволит человеку хорошо выполнить аутогенную тренировку, но это ничего не значит. Это не значит, что он выполнит прекрасно медитацию либо в последующем духовную практику. Понимаешь, вот многие смешивают опять-таки ошибки на духовном пути, когда начинают смешивать аутогенную тренировку с медитативными практиками или начинают в медитативной практике использовать аутогенную тренировку. Опять получается то же самое. То есть мы сами усиливаем врага. Это всё равно, что подойти к врагу, дать ему палку, чтобы он тебя побил. Понимаешь, то есть дополнительные инструменты против самих себя. Разделять нужно. А ещё многим вот это стремление к идеалу, к совершенству не даёт сделать следующий шаг. Нам писали, что люди несколько лет уже занимаются аутогенной тренировкой и задают вопрос, а как мы узнаем, что можно переходить уже на следующий этап, на следующий уровень, что вот сейчас наработана у нас хорошо аутогенная тренировка, и вот можно переходить уже к выполнению медитации или духовной практики. Понимаешь, Татьяна, у меня вопрос к таким людям. А что значит хорошо наработана аутогенная? Это тренировка, практика. Как это хорошо наработано? Вопрос простой. Если тело слушается твоих приказов, если ты можешь с помощью первичного сознания в работе, скажем, в аутогенной тренировке успокоить вторично, или же, используя вторичное сознание, ты можешь обуздать первично, вот это и есть наработка. То есть попробовав медитативную практику, если ты получаешь достаточно хороший эффект от медитативной практики, ну вот и всё, то есть занимайся дальше. Единственное, что люди, конечно, которые не могут удержать своё внимание ни минутки, а там понятно, что мысли лезут. Но вопрос в том, что снижение, вот я бы сказал, интенсивности нагрузки вторичного сознания на первичное, в том числе, когда выполняешь аутогенную тренировку, это уже плюс. Когда рапорт идёт, допустим, самому себе в отношении «ручка тяжёлая» или «ручка тёплая», и ты действительно физически это чувствуешь, друг мой. То есть всё работает, всё функционирует. Ну вот это и есть нормально. А так можно всю жизнь заниматься и ждать. Понимаете, друзья мои, я вот скажу проще. К сожалению, на сегодняшний день у нас у всех идёт установка, которая так же, как в автотренинге, вот мы говорили, ошибочно вложена глубоко в нашу подкорку. То есть настолько мы в это верим подсознательно, в то, что мы должны сидеть и Бог придёт к нам и нас спасёт. Вот эта работа жречества на протяжении шести тысяч лет под руководством шайтана, она привела к тому, что с нашей территории, с нашей любимой планеты практически нет прихода и пополнения в мир духовный. Понимаете, вот поэтому сюда пророки и приходили. да, когда они приходили, были кратковременные всплески, а потом сплошное затишье. Вот в чем беда. За редким исключением единицы. Вы проследите, допустим, историю христианства. Ведь по пальцам посчитать можно. Сколько за две тысячи лет людей пришло в мир духовный. Это правда. И сколько людей, которые были при Иисусе Христе и первые, скажем, десятилетия, сотни лет даже, на протяжении нескольких сотен лет после Иисуса была масса людей, а потом затишье и всё меньше и меньше. Зато жречество усиливалось. Но чем оно сильнее становилось, тем дальше мы отходили от Бога. Видите, как просто всё. Почему? Потому что перекладывали ответственность на других, забывали о сути, смешивали несмешиваемые и внутреннюю работу мы выводили во внешние действия. Также можно сказать про Ислам. Пока пророк был жив, он многих поставил на путь Ислама, на путь спасения, духовного спасения. И многие пошли за ним. И в действительности после него за короткий промежуток времени очень много людей были достойны того, чтобы быть равным среди равных. А потом в связи с определёнными событиями всё меньше и меньше и свелось, так же, как и в христианстве чуть ли не к нулю. Ведь это же так. Это печально, друзья, в действительности печально. да, я понимаю, люди с несением своих изменений в Знания, с привнесением, скажем, своих желаний в религию, в создание самой религии. Всё это понятно. Но вопрос не в том. Вопрос в том, что в действительности, если мы берём в руки Коран, то нам достаточно одного настоящего аята от самого пророка, если мы любим Аллаха и стремимся к Нему, этого более чем достаточно, чтобы прийти к Нему. Но когда мы перекладываем ответственность на кого-то, когда мы стоим и ждём, что к нам придёт Аллах, но, друзья, Он придёт лишь тогда, когда пойдём мы к Нему. Мы должны идти. Понимаете, вот в этом суть мы должны делать, мы должны стремиться. Иначе где стоишь, там и останешься. Обездвиживает нас шайтан. Вот в чём смысл. И ещё нет и быть не может. В действительности, ещё раз скажу, нет и быть не может никого между Аллахом и мусульманин, между Господом Богом и христианином. Бог один. Как бы мы Его ни называли, и всякий любящий Его и стремящийся к Нему должен идти к Нему, и тогда Он придёт. А если мы не имеем значения кого, любого человека, ставим выше, чем Бога, если мы слушаем и опираемся на кого-то больше, чем на Бога, друзья, мы никуда не придём. Это правда. В христианстве есть Иисус Христос, в исламе есть последний и лучший из людей пророк Мухаммед. И всё. Их надо слушать для того, чтобы прийти к Богу. Других нет и быть не может. Всё остальное, знаете, поучение, рассказы, пояснения. Да, так сложилось в традициях и дошло до того, что мусульманин не имеет права изучать Коран. Ты должен ждать, что тебе его кто-то пояснит. А в Коране чётко написано, и самим пророком было сказано, что Аллах сказал, что мы даём Коран в лёгкой, в понятной форме, для того, чтобы каждый его мог понять. Так что? Получается, Аллах лжится или пророк напутал что-то, что дал такой сложный Коран, который нужно, чтобы 20 человек тебе толковало и рассказывало, что нужна масса учёных, которые будут его изучать? Простой вопрос. Вот видите, как всё просто. Как можно изучить, ну, скажем так, духовный путь именно чей-то духовный путь не свой и рассказать человеку, как ты должен идти? Подсказать, куда? Можно. Поделиться собственным опытом? Можно. Но пройти за кого-то нереально. А у нас появились люди, которые пытаются как бы за нас идти, но обездвиживают нас. И вот в этом беда современности. И из-за этого мы дошли до того, что у нас на улице гуляет цербер. И мы стали теми, о ком говорил лучший из людей пророк Мухаммед, последними, последним поколением. Или же первым. И всё зависит от нас. Будем ли мы стоять и ждать или всё-таки мы встанем и пойдём навстречу Богу и обретём новый, лучший мир? Мы сможем его создать даже здесь. Гораздо лучше, чем этот мир сейчас у нас. Во много раз лучше. Мир, наполненный честью, справедливостью и, самое важное, любовью, а не ненавистью и злом, как сейчас. Всё от нас зависит. От каждого из нас, друзья. Немножко отошёл, извините, от темы. Это правда. Это очень актуально, потому что действительно хочется создать мир, о котором мечтали пророки, мир дружбы, мир взаимопомощи, мир справедливости. И очень хотелось бы, чтобы в последующем, после нашей передачи, весь период всё-таки был ознаменован периодом действий людей, периодом объединения действий и торжества истины, торжества настоящей правды в этом мире. Хочется. Понимаешь, вот… А кто боится, Игорь Михайлович, у нас вот этой новизны? Вот я просто сейчас озвучу моменты. Очень многие наши участники переживают, что они боятся что-то менять, даже прекрасно понимая, осознавая, что они живут в опасных, скажем, регионах, сейсмически опасных регионах. Каждый день они просыпаются в панике и в беспокойстве за своих близких, за родных, за детей, но даже на таком вот бытовом уровне они ничего не меняют. Да, они могут быть активными участниками, активно делать тиктоки, участвовать в конференциях, но не отпускают вот эта паника и менять, скажем, место жительства не имеет смысла, как им кажется. Кто вот в нас так нас тормозит? Какое есть сознание? Первичное. Первичное. Это всё следствие, друзья, первичного сознания. И это, конечно, беда. Вот смотри, вторичное сознание, оно всегда стремится к творчеству, к новизне, к переменам, к каким-то изменениям. Оно способно к пониманию, скажем, этого мира, к его восприятию в земном понимании, не в духовном, друзья. И вот именно вторичное сознание нас толкает на то, чтобы мы вот… Ну жили мы на одном месте, нас толкает «нет, переедь, посмотри там». Понимаешь? А вот если доминирует первичное сознание, то оно нас просто приковывает к месту. И порой настолько приковывает, когда мир рушится, когда, извините, пожар вокруг, когда землетрясение происходит, а человек боится покинуть свой дом. Или как вот война, соседей разрушает, а человек ждёт, всё надеется, что к нему в дом ракета не прилетит. И вот это, я бы сказал, патологическое действие первичного сознания зачастую является причиной гибели многих людей. Ведь сейчас, смотри, что происходит. Сейчас по всему миру везде беда, действительно везде. И потоп, и всё на свете. Цербер разгулялся, а людям страшно, даже вот в самом очаге, понимая, что будут проблемы, им страшно покинуть дом. Почему? У них нет перспективы. А вот перспективу даёт вторичное сознание. Понимаешь? И вот это первичное сознание, оно обездвиживает людей. А это страшно. А в действительности, конечно, вот заговорили за климат и серьёзные проблемы. И вы видите, друзья, что происходит уже. Уже, как говорится, и слов нет. Понимаешь, вот если раньше, буквально пару лет назад, ещё у людей оставалась надежда, что всё это банально потепление, которое скоро пройдёт и тому подобное, то те действия, которые происходят сейчас, они уже разве что у идиотов только оставляют надежду на то, что всё прососётся само собой. И в действительности пророчества сбываются. Сбываются на наших глазах. Это страшно, это неприятно. Но этому есть причина. И вот самое худшее, я скажу так, это то, что ожидает в ближайшем времени. Даже давай возьмём тот же Элло-Стоун. Ну это же проблемка. Он вызывает у людей огромное беспокойство. Нет, Татьяна, пока что он не вызывает. А вот скоро, друзья, он будет вызывать и более того серьёзные беспокойства. Знаешь, вот есть непонимание у того же научного мира, что происходит в действительности. Это действительно серьёзная проблема. Почему? Потому что да, та работа, которая проводится сейчас нашими друзьями, волонтёрами, она огромна. И на форуме та правда, что прозвучала, конечно, на многих ошарашила. Их первичное сознание не хочет воспринимать этой информации. Но ни проверить, ни опровергнуть они не могут. Хотя опять-таки опровергнуть то, что прозвучало на форуме, невозможно, друзья. Почему? Потому что каждый день Цербер это подтверждает. К сожалению, к нашему реально большому сожалению, всё, что прозвучало, это правда. И каждый день мы видим подтверждение этой правды. А вот то, что нам обещали, рассказывали, то, что давало нам надежду, что всё изменится, или мы сократим выбросы, начнём беречь экологию и всё улучшится, к сожалению, это не оправдалось. И этому есть простые банальные пояснения. Говоря простым языком, должно быть у людей простое понимание, почему это происходит. Я проще скажу, вследствие нарастания внутренней энергии в ядре нашей планеты, которая происходит из-за внешних факторов, друзья, нарастает и диссипация этой энергии в системе внутренних процессов нашей планеты, то есть чтобы понятно было. А это, в свою очередь, естественно, приводит к возрастанию энтропии в самой системе. Энтропия, друзья мои, это когда энергия переходит в тепло, то есть переработка этой энергии, которую вот эту лишнюю энергию, которая пришла из внешнего источника в наше ядро и вызвала дестабилизацию этого ядра, и вот эта энергия попадает в среду около самого ядра, и эта среда начинает нагреваться, что в значительной степени приводит скачкообразному нагреву той же магмы. Этот процесс будет только нарастать, и мы его сейчас чётко видим. Я скажу проще, конкретным примером является активация множества вулканов за последние полтора месяца. Ряд землетрясений, включая Северную Калифорнию, вот недавно произошло. А также то, что мы сейчас видим. С одной стороны у нас происходит буквально засыпает снегом и жуткие морозы, а с другой стороны идёт серьёзнейшее наводнение там, где их отродясь не было и в таком количестве, что страшно. И вот понимая сам механизм, начинаешь понимать и суть процесса, понимание приходит того, что нас ждёт. Понимаете, плохо, что банальные, простые вещи, такие как один плюс один, до сегодняшнего дня до людей просто не доходили. Надеялись на какое-то авось и на то, что да всё само пройдёт, всё компенсируется. Оно не компенсируется, друзья. Я даже больше скажу, вот начиная с ближайшего времени и в последующие годы знаменитая кальдера Йеллоу-Стоун будет держать в страхе не только американцев, но и весь здравый мир. Дело в том, что магмоподводящие пути к этой кальдере на сегодняшний день проявляют невиданную активность. Температура магмы в них стремительно возрастает сейчас. И неужели этого не видно? Вот простой вопрос. Почему мы об этом знаем, а другие молчат? Ведь что такое, когда магмоподводящие пути, ну это, чтобы было понятно, это своего рода, ну скажем, расщельны, через которые может двигаться магма, они нагреваются. А что происходит при нагреве, друзья? Расширение. И значит, что магма подходит под кальдер. все в большем и большем количестве. А мы знаем, что под кальдерой есть значительный пузырь, это магма. Ее температура возрастает. И что, этого не видно? Видно. Этого не знают? Знают. Знают, но молчат. И вот в этом беда, друзья, что где-то мы пытаемся скрыть, где-то замолчать. Но мы ведь люди, друзья, это серьёзная информация. И тот факт, что может произойти с кальдерой в любую минуту, это жизни людей. Это даже жизни не миллионов, а миллиардов людей. Ведь, скажем, активация Устона скажется на всём человечестве, не только на Америке. И нет гарантии, что прорыв подобного рода не вызовет синхронизация. А я считаю, что вызовет. Это моё сугубо личное мнение. Но знаете, есть такое понятие, математикой называется. И если мы приложим эту науку к тем процессам, которые на сегодняшний день происходят в ядре нашей планеты, то мы увидим, что всё происходит по тому же математическому коду. Если прорвёт кальдера и Устон, то это не ослабит процессы, происходящие внутри планеты, а наоборот вызовет цепную их реакцию. Почему? Потому что это ещё больше дестабилизирует наше ядро, друзья. Представьте, выброс огромного количества магмы при нестабильном ядре, которое постоянно, ну скажем так, разгоняется внешним фактором. И здесь сдерживающий фактор, которым и является как раз та же магма, она удерживает. Это жидкая, но довольно густая и тягучая субстанция. И здесь часть из неё выходит. Происходит что? Разрежение, да? И нестабильность нарастает. А к чему приведёт резкое усиление нестабильности ядра? Сами понимаете. Конечно, я не говорю о том, что завтра утром кальдера взорвётся. Но знаете, что самое страшное? Что никто не даст вам гарантии, что завтра к вечеру она не взорвётся. Хотя, если честно, лично я считаю, что его усиление активируется по крайней мере в ближайшие несколько лет. Но весьма уверен, что нервы он потрепает крепко. Почему? Потому что то, что будет происходить в ближайшее время, вряд ли удастся утаить. Мы увидим массу и не только мелких, но и более серьёзных землетрясений. хотя, казалось бы, серьёзное землетрясение, которое может произойти бездат в том же Китае, может ли оно сказаться на Кальдере? Казалось бы, нет, друзья мои, а это абсолютно вписывается в нашу математическую модель. И при чём здесь Китай, казалось бы? Вроде бы, ни при чём, далеко, не там. Да, если смотреть сверху по планете, то не вписывается. Но если мы глянем на нашу планету в разрезе, где находится Китай, где Кальдера, и что будет, когда произойдёт сильное землетрясение, я не говорю слишком сильно. Нет, в пределах семи баллов. И этого более чем достаточно, в зависимости от того, где это произойдёт, в Южном или Северном Китае. Так вот, с одной стороны это будет беда местного значения, а с другого планетарного. Если это произойдёт в ближайшие четыре, ну пять месяцев, ну четыре — это самое страшное, на пятый — уже меньше, на шестой месяц от сегодняшнего дня, то это уже не будет страшно. А вот на восьмой месяц не приведи Господи. Вот смотрите, как всё просто меняется. Почему? Потому что это математика. И мы понимаем, как смещается ядро, где повышается давление, как это давит на плиты, что происходит. в то время, когда происходит незначительное, казалось бы, ну не на сильно большой глубине даже землетрясение, где-то далеко от кальдера, но это вызывает ответную реакцию, которая сказывается, и вот здесь самое интересное, не столько на магме. Это сказывается, через плиты передаётся как раз на вот тот пузырь, понимаете, который находится под Йолустоуном. В нём возникает внутреннее давление, причём резко, что может спровоцировать как раз и извержение кальдера. И ещё раз говорю, по тем путям, по которым идёт магма, уже процесс идёт и очень стремительно. И вот одно на другое может дать как раз и катастрофу всемирного масштаба. И должен отметить, что та же математическая модель, она предполагает, причём с большим процентом вероятность и резкое ускорение всех процессов, то, о чём я сейчас говорил. Ну проще говоря, мы неплохо изучили характеры, повадки Цербера. Да, они нам на сегодняшний день известны, но элемент агрессии никто не отменял, друзья. И в любой момент, в зависимости от определённых условий, он может просто взвеститься. И этого, конечно, не хотелось бы, но очень много на сегодняшний день зависит от нас с вами и от каждого гражданина этой планеты. как-то мы, Татьяна, вот сейчас только подумала, начинали с первичного сознания, а закончили Цербер. Вы знаете, это очень объясняет, как тяжело в последующем будет именно людям с активацией первичного сознания, что те, кто слышит Истину, те, кто понимают, о чём вы говорите, те, кто слышит правду, они ответственны по сути за тех малых детей, в ком доминирует первичное сознание, потому что они, как с позиции взрослых и должны быть теми, кто будет инициировать всё-таки вот эти перемены и построение созидательного общества, которое позволит спасти жизни всех нас. Ты права. Я упрощу. Я скажу так, пора взрослеть, друзья. Взрослеть всем нам. От нас зависит будущее. Я понимаю, что многие этого не хотят слышать. Я понимаю, и даже больше скажу, на сегодняшний день в связи с серьёзной информацией, которая прозвучала на форуме, некоторые, даже те же службы, начали относиться серьёзно, начали потихоньку расспрашивать, даже те, кто был на форуме, задавать вопросы. Но плохо то, что не с целью разобраться, а с целью попросить не говорить об этом и не пугать людей. И это делают те, кто первыми должны были поддержать это и изучить это, и сделать всё от них зависящее, чтобы мы, как человечество, смогли взять на короткий поводок и жёсткий ошейник этого цельбера и посадить таки его на дозированное питание. Иначе, друзья, свобода цельбера — это наш конец. И всё зависит от нас опять-таки, от каждого. Независимость кем мы работаем и где мы работаем. Не нужно забывать о том, что мы люди, и не нужно забывать о том, что у нас есть родные и близкие, любимые нами люди. И ради них, и ради самих себя, и ради даже тех, как Татьяна сказала, маленьких детей, которые, будучи взрослыми, отрицают очевидно и не понимают простых вещей. Даже ради них надо взрослеть. И таки надо этот мир спасти. Он прекрасен, и в нём много хороших. И ненужно позволяет страху останавливать нас. Конечно. И ты прав. Так что, друзья, давайте не будем надеяться ни на кого, даже на Деда Мороза, а давайте будем надеяться на себя. Правильно? И не будем бояться. И не будем слушать ни первичное, ни вторичное сознание. Давайте поступать от Личности, которая всегда права и которая всегда стремится к хорошим. Наша Личность всегда стремится домой, но в мир Божий. Поэтому, друзья, давайте жить и заботиться друг о друге, и заботиться о нашей планете. Извините, что не совсем весело перед праздниками информация, но что мы можем сказать? Хорошо, когда честно. Да. Во всяком случае это честно. Так что давайте просто любить друг друга. Спасибо. Спасибо огромное вам. Спасибо вам, друзья. Мир вам. Спасибо. 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 Спасибо.